Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Алексеева, География 8 класс. Обобщение по теме. Сегодня по числу жителей Россия входит в первую десятку стран мира. Однако в 20 веке Россия понесла самые страшные людские потери. Войны, революции, форсированное строительство нового общества с уничтожением целых классов, голод и эпидемии. Все это сократило возможное число россиян почти вдвое. А в конце 20 века в России, как и во многих других развитых странах, начался длительный период сокращения населения. При этом в России, в отличие от других развитых стран, сокращалась не только рождаемость, но и продолжительность жизни. Люди – это главное богатство России. Именно людьми создаются все ценности страны. От качества населения, его здоровья, уровня образования и производственного опыта, степени заботы о младших и старших поколениях, зависит развитие и процветание страны, экономическое и духовное. Поэтому главная задача на будущее, говоря словами Михаила Ломоносова, сохранение и сбережение российского народа, не допущение новых потрясений и потерь. Лев Толстой писал, «Для общества интерес и значение переписи в том, что оно дает ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас. Цифры и выводы будут зеркалом. Можно не читать их, как можно отвернуться от зеркала. Можно мельком взглянуть на цифры и в зеркало. Можно вглядеться и близко, и только в последнем случае будет достигнута главная цель переписи – благо людей». Как вы понимаете эти слова? Одна из первых переписей населения в России прошла как раз при жизни Льва Толстого в конце 19 века. Именно тогда впервые Российская империя достаточно так четко подсчитала, а сколько вообще людей живет на территории Российской империи. Сколько людей? Какие это люди? Это крестьяне, это горожане, это аристократия, это простые рабочие или это дворяне? Кто они? Чем они занимаются? Какие у них профессии? Какая у них национальность? Какая у них религия? Все это было отражено в переписи и дало возможность хоть как-то правительству более или менее определить, где, в том числе, кстати, в вопросах там было, где живут. И перепись она позволила определить, где перенаселение, в каких регионах перенаселение, а где наоборот свободные территории. И это позволило начать переселенческую программу в Сибирь, которая действовала до начала Первой мировой войны, то есть до 1914 года. И тогда, благодаря этой переселенческой программе, 4 миллиона человек удалось переселить в Сибирь. И многие современные города в Сибири, они как раз-таки благодаря именно той переселенческой программе появились. Постройте схему родословной своей семьи, генеалогическое дерево. Выясните, как на судьбы ваших предков влияли социально-экономические потрясения. О, как мило! Ну, говоря о себе, я могу сказать так, что все мои предки, они где-то, когда обнаружили революцию, благополучно переехали в Среднюю Азию. И, собственно говоря, там, в этой самой Средней Азии, совершенно спокойно пережили все потрясения 30-х годов Второй мировой войны. То есть никакого голода, никаких особых репрессий среди моих предков не было. Жили себе совершенно спокойно. Может быть, не богато, но и не бедно. Потом, когда уже ситуация улучшилась, и появилась возможность более-менее жить нормально, то и жизнь тоже у них совершенно улучшилась. Потом, когда Советский Союз развалился, все мои предки богополучно перебрались на территорию Российской Федерации. Вот и все, собственно говоря. Субтитры создавал DimaTorzok